Добрый день! С вами программа «Острый угол». Сегодня мы заострим внимание на размере заработной платы в Бурятии. Сколько сегодня получают жители республики? Официальная статистика говорит, что средний размер заработной платы сегодня составляет 27 867 рублей. Наверное, у многих телезрителей сейчас такое же лицо, как у меня. Но стоит помнить, что здесь учитывается заработная плата людей, работающих по трудовому договору. Среднемесячная заработная плата в 27 867 рублей включает в себя 13-процентный налог на доходы физических лиц. То есть на руки человек получает чуть больше 24 тысяч. Но это уже больше похоже на правду. Давай для полноты картины сами встретимся с людьми и спросим, сколько они получают. Для своего небольшого исследования мы решили взять три профессии – врач, учитель и рабочий. И посмотреть, из чего складывается их заработок. Например, средняя зарплата в поликлинике номер один составляет 28 646 рублей. Она состоит из должностного клада компенсационных и стимулирующих выплат. Влияет на зарплату также и квалификация врача. Дополнительно к вышеуказанным выплатам стимулирующего характера работникам участковых служб устанавливаются выплаты в следующих размерах – врачам 10 тысяч рублей в месяц, медицинским сестрам, работающим с вышеуказанными врачами – 5 тысяч рублей в месяц. Также мы выяснили, что для того, чтобы получать высокую зарплату, необязательно иметь высшее образование. Дмитрий Ермоленко работает машинистом экскаватора. Прошел полугодичные курсы. Сейчас имеет шестой разряд. Шестой разряд, в общем, от этого пляжа тоже, как надбавка уже идет, с каждым годом повышается разряд постепенно. То есть, когда учишься, получаешь где-то четвертый, пятый разряд. Это, ну, в зависимости от учебы. И в процессе уже там, как навыки увеличиваешь свои, и получается, что стаж, надбавка идет, ну, то есть разряд, и зависит от часов. Все это куча. В общем, дает такой нормальный, более-менее зарплата. Ну, где-то тысяча пятьдесят-шеесятьдесят получается в месяц. Многие из нас помнят время, когда профессия учителя была одной из самых низкооплачиваемых. Сейчас уровень жалования педагогов соответствует среднему уровню зарплаты в республике. Иногда даже превосходит ее. Она состоит из базовой части, зависящей от количества учеников, часов, стажа и стимулирующей части, которая составляет до 30% от фонда оплаты труда. В одном из торговых центров Улан-Удэ Евгений опросил горожан, какая бы зарплата их устроила. Айгуль провела анонимное анкетирование с вопросами о их реальных доходах. Зарплата, я считаю, должна состоять где-то тысяч шестьдесят, да. Если на питание, да, на обучение у детей, детей. Поэтому вот шестьдесят тысяч – это совершенно нормальная средняя заработная плата. Если смотреть реально, да, то на сколько у меня хватит, ну, порядка восьмидесяц ста. Ну, из чего стоит? Во-первых, оплата жизненных необходимостей, необходимых. Все, наверное. Плюс дополнительное развитие какое-то, все. Обучение дополнительное. Семья. Не в этом городе точно заработная плата меня бы никакая не устроила. В другом городе, возможно, под 50. 20 тысяч. И к чему такая сумма именно? Ну, на расходы, все такое прочее. Какие расходы у вас? Ну, что-то купить, продукты домой, там, по одежде и кредитам. Ну, мне хватило бы, наверное, тысяч. Двести мне хватило бы. Почему сегодняшний день? Ну, я веду семейный бюджет. И семьдесят тысяч вообще не хватает. Надо еще 140. Вот я сейчас провел опрос. Получается, что некоторым людям хватит и 20 тысяч рублей, а некоторые требуют и 200. Вот какой сейчас прожиточный минимум? И вообще, сколько нужно людям, чтобы прокормить себя? Прожиточный минимум, установленный для трудоспособного населения нашей республики, составляет 9 859 рублей. То есть ты хочешь сказать, что меньше 10 тысяч рублей у нас никто не получает? Получают. По данным статистики, 17% жителей республики получают зарплату ниже этой суммы. Для повышения заработной платы низкооплачиваемым работникам правительством республики реализуется ряд мер. В Российской Федерации с 1 января 2015 года установлен минимальный размер оплаты труда в сумме 5 965 рублей. А Республика Бриятия, один из немногих регионов Российской Федерации, установила более высокий уровень, который равен практически около 9 тысяч рублей для всех районов республики, кроме северных. А вот в северных районах республики Бриятия этот уровень, то есть минимального размера оплаты труда, составляет свыше 13 тысяч рублей. Еще одно направление по повышению уровня жизни населения – социальная доплата к пенсии. Ее получают неработающие пенсионеры, чьи выплаты меньше прожиточного минимума, который для них составляет 7 161 рубль. В Брятии социальная доплата к пенсии в среднем – это 1700 рублей на каждого пенсионера, составляет 1700 рублей. И ее получают в среднем в Республике Брятия 34 тысячи неработающих пенсионеров. Ежегодно на выплату социальной доплаты пенсионерам в Республике Брятия выделяется свыше 600 миллионов рублей. И уже за 10 месяцев текущего года мы осуществили доплату, федеральную социальную доплату в размере более 583 миллионов рублей. Возвращаемся к нашему анкетированию. Мы опросили 60 человек. Конечно, для объективного результата недостаточно, но какую-то картину дает. Получилось, что зарплату менее 10 тысяч получают четверо из опрошенных, причем трое из них работают без трудового договора. 10 человек получают свыше 35 тысяч рублей. Больше всего опрошенных поставили галочки напротив суммы 20-25 тысяч. Четверть опрошенных нами людей работает без трудового договора. Нужно помнить, что это не только потерянные для бюджета налоги, но и незащищенность работника. Ведь работодатель может платить вам столько, сколько захочет. В Республике проводится работа по снижению неформальной занятости. С начала года между работниками и работодателями заключено более 3000 трудовых договоров. Наш небольшой анализ подтвердил данные статистики. Да, кто-то получает и 15 тысяч в месяц, но немало и тех, чья зарплата свыше 35. Согласно прогнозу социально-экономического развития Республики, в 2016 году размер средней заработной платы увеличится на 5% и составит 30 300 рублей. В том числе и за счет индексации зарплат в реальном секторе экономики. С вами была программа «Острый угол». Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!